Так вот, то есть на самом деле для того, чтобы научиться любви, то есть нет другого способа научиться любви, вообще не существует в природе, нет его. Надо только смиряться, терпеть и служить сколько их сил окружающим меня братьям или сестрам. И молиться Богу тогда, когда есть для этого возможность. И мы видим, что сначала считаем себя грешными, потом считаем себя хуже всех, а со временем нам просыпается любовь к этим людям. Но она не может проснуться, поймите, пожалуйста, она не может проснуться раньше, чем мы смирились перед этими людьми. Смирение это обратная сторона любви, обратная. И если вы не смиритесь, вы любить не сможете. А если вы любите, или вам точнее кажется, что вы любите, прежде чем вы смирились, то это всего лишь искушение. Это, как бы сказать, ну некая прелесть что ли. Нам кажется, как с протестантами, им кажется, что они всех любят. Что они о всех заботятся, что у них такая высокая степень социального служения. Они обо всех заботятся, ко всем хорошо относятся. А реально это все вот сотвори им что-нибудь недоброе. Попади они в колеса нашей российской действительности. Постой-ка они в наших больницах или в наших администрациях в очередях. И вся их любовь куда-то улетучивается. То есть она на самом деле подпитывается сознанием того, что я не такой, как все. Вот я такой ласковый, такой деликатный. И мне это просто некий стиль поведения. Подлинной любви нет. И человек никогда не познает, что такое подлинная любовь, пока он не смирился. Невозможно просто этому научиться. Но об этом мы еще о смирении, мы будем дальше Яна Лесичника читать. И вот поскольку вот все хотят любить. Ну в наше время особенно, я не знаю, как допустим даже сто лет назад, Но в наше время любви говорят все, и любви хотят все, и любить хотят все. Но никто не хочет терпеть укоризм других. Никто не хочет смиряться перед ближним своим. Никто не хочет слушаться. Речь у нас о послушании других. И никто не хочет служить, исполняя волю других. Поэтому любви только говорят, и чем больше о ней говорят, тем меньше ее на самом деле в нашей жизни присутствует. Вот такой, ну не сказать, что парадокс, скорее наоборот такая закономерность. И собственно говоря, именно поэтому мы и очень далеки от той жизни, от тех даров, от того видения, от того представления о духовных реальностях, которое было у древних. Мы не можем до этого даже близко дотянуться. Не потому, что мы любим есть. И не потому, что мы любим спать. И вовсе не потому, что у нас очень много работы. И правда много. Не потому, что мир вокруг стал злой, сердитый, суетный, быстрый. А потому, что мы потеряли то главное, что дает благодать в христианстве. Вот то, что я сказал. Смирение, терпение, служение. Мы об этом не хотим ни думать, ни говорить. Мы хотим пройти мимо этого. Раньше, скажем даже, ну 150 лет назад. Да что там 150? Скажем даже лет 50 назад. В 70-е, скажем, годы люди были лучше. Не потому, что они верили в Бога. А потому, что они были терпеливые, послушные. Так уж они были воспитаны. Хотя бы из-за страха. И заботились о других, а не о себе. Хотя никакого Христа у них не было. Но они волей, неволей, в силу сложившихся обстоятельств, они жили так. И поэтому мира, гармонии в этом обществе было больше. Как только люди стали. Вот вчера тоже, кстати, апостольский отрывок читался. А ты последовал, чадо Тимофея, ты последовал мне. Ну и дальше там в служении, в терпении, в страдании. А вот буквально эта глава чуть раньше начинается со слов. В последние же времена люди будут горды, самолюбимы, надменны, родителям непокорны, ну и так далее, и так далее. Вот это не потому, что последние времена такие злые. А последние времена потому и наступят. Потому что люди станут надменны, непокорны, непослушны, незаботливы, не будут служить другим, будут служить себе, не будут никого слушаться, не будут никого уважать, не будут никому служить и ничьих приказов исполнять. Вот тогда и наступит конец. Пока люди готовы хранить, вообще терпеть. Нам ведь как сейчас говорят? Ни в коем случае не смей терпеть. Сразу берешь, борешься за свои права. Так учат девочек, так учат мальчиков, так учат студентов, так учат школьников, так учат взрослых, женщин, стариков, бабушек, дедушек, мужчин, всех. Не дали пенсию? Сразу же. Звони, требуй, говори, чтобы тебе дали, качай права, звони в адвокатскую контору, ищи, ты должен добиться. Не смей терпеть, это унижает твое достоинство. Конечно, наших людей, старичков, особенно трудно, так скажем, разгоношить, но получается постепенно. А это поколение уйдет. И что будет? Вот даже по школе, допустим, видно, как относятся ко всему школьные учителя старой закваски, способные терпеть даже грубости и наглости учеников. Вот умеет с этим справиться, не впадая в истерику, в депрессию, не хватая за корвалол и валидол, а просто понимая, что, ну да, дети, они и дети, они говорят всякое, надо как-то найти общий язык. И находят постепенно общий язык. А в других случаях, скажем, вот никто терпеть не хочет. Сразу же, либо видеокамеры ставим, либо юриста тут же под партой держим с диктофоном в руках, чтобы он все слышал, записывал, вот что против меня скажут. Это все обстоятельства, ну как бы кажется хорошие, но они все отучают нас быть терпеливыми. Это, конечно, очень плохо. И вот об этом Иоанн Лесвичник тоже пишет. 93 абзац. «Кто положил в тайне сердце своего завет самим собою, не оставлять спасительного подвига до последнего издыхания и до тысячи смертей тела и души не уступать врагу, тот не впадет легко ни в то, ни в другое из этих бедствий. Преткновение и беды сии происходит всегда от сомнения сердца и от недоверия к местам. У добопреклонные к переходу с места на место не искусны во всем, ибо ничто так не делает душу бесплодной, как нетерпеливость». Вот 90 абзац. «Ничего не делает душу такой бесплодной, как нетерпеливость». И в этом отношении, конечно, вот бегать от, ну скажем, пришли мы в коллектив. Ну пусть не в общину, про общину более-менее все понимают, хотя в городе, я думаю, искушение есть. В деревне-то там другой общины нет, хочешь не хочешь, терпеть надо. А в городе есть всегда соблазн, пойди-ка в другую, найти-ка получше общину. Ну вот с коллективом, с трудовым. Пришел, устроился, проработал неделю, понимает, что люди, ой-ой-ой, и как же я с ними буду работать-то, с ними со всеми. И каждый думает, ну ему так кажется, что все люди вокруг его не уважают, ну пусть не все, но один, два, три, его не уважают, презирают, права его попирают, на шею ему садятся и заставляют его делать то, что он делать не должен. Человеку кажется, что делать? При, скажем, неверующих человеку, при современной подходу к жизни, надо вызывать юриста, надо требовать в себе правильного человеческого отношения, в общем, бороться за свои права. А что делает христианин? Он терпит. Терпит. Терпит и молится Бог. Претерпевший до конца спасется. Может, он не переделает этот коллектив. Кто его знает? Почем ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? Может и не переделает. Но он спасет свою душу. Ведь все равно скорби-то не миновать. Другое дело, что надо посмотреть. Он на это, скажем, дело пришел по своей воле или по чужой. Я вам рассказывал про учительницу, которая на север уехала, да? Вот когда ей все отговаривали, что ты делаешь, она все-таки уехала и чем там это все дело закончилось? Потому что она сделала это по своей воле, а не по Божьей воле. Но когда человек делает по Божьей воле что-то, а там встречается искушение, их просто надо перетерпеть. И тогда будет плод. Надо говорить себе всякий раз. Но вот тоже рассказывал, четко помню эту аудиторию. Но это было очень давно. У меня есть друг. Уже много лет прошло с той поры. Но вот лет 20 назад случился такой эпизод. Он жил тогда еще подростком, был сейчас, понятно, уже взрослый мужчина. Жил с мамой. Ему тогда было 14 лет. И вот эта мама, все стали оба христианами. Ну и думаешь, что бы нам, какое бы нам доброе дело сделать? Думали, думали, наконец придумали. Нашли одну бабушку-инвалидку. Возьмем-ка мы ее себе домой. Она оказалась без жилья. Что-то ее откуда-то выкинули. Грозило переселение в дом престарелых. А она была молящаяся, эта бабушка-инвалидка. Ну и решили, давай мы ее к себе возьмем. Взяли. Ну сами решили, сами взяли. Но оказалось, что за ухаживать за бабушкой они совершенно не могут. Бабушка оказалась, ну по крайней мере с их точки зрения, очень капризной. Очень своевольной. Ничего не слушалась. В общем, они замучились, прожили с ней полгода. Вот, не выдержали. Правда, к чести их. Они хорошие люди. Они ее не выгнали из своего квартиры. Они квартиру оставили ей. Наняли ей ухажалку. И уехали в деревню. У него в деревне где-то жить надо. Познакомились они с молодым там. Ну с немолодым. Мама познакомилась с каким-то мужчиной. Вот. И стало у него жить в нем хозяйство. Ну вот. Пришли, приехали. То есть стали жить в деревне. В Шале, кстати. Недалеко от нас. Там стали жить. Все вроде нормально. Но у него две бабушки дома. Не инвалидки, правда. Ну одна лежачая, а другая ходячая. Ну бабушки. То есть одна его мама, а другая сестра этой мамы. Вот. И она, как ее, собственно говоря, для того и пригласили. Чтобы она ухаживала за ними. Он как сын не может ухаживать. Вот. Дочерей нету. Вот. А тут как бы женились и можно, значит, ухаживать. Но она тоже так искренне. С другой стороны. Мой муж же в доме. Все по помощи есть. Все то, другое, третье. Ну легче. Все равно хозяйство свое. Ну уж как-нибудь думает справлюсь. Ну начала думать справляться. Ничего не получается. Не может терпеть. Бабушки достают. Вот. То что-нибудь подсыпят. То что-нибудь рассыпят. То что-нибудь прольют. Вот. Ей все кажется, что они делают ей назло. Они прожили там полтора года. Она сказала. Все. Я больше не могу. Давай уедем. Ну стали собирать чемоданы. И вот мой друг Миша его зовут. Он говорит. Слушай, мама. Куда мы поедем? Ну вот. Я вроде придумала. А ты уверена, что там трех бабушек нет? Она говорит. Подумала. Я подумала. Слушай. Говорит. Наверное, ты прав. Разобрали чемоданы. Остались. И она упокоила всех этих бабушек. Даже доходила. Тогда за обойми. Вот до конца. И приобрела плод. Потом. Ну вот. Живет добрая христианка. И. Слава Богу. До сих пор на ногах. Ей уже за 70 далеко. И все хорошо. Справляет. Все получилось идеально. Хорошо. И. Благо. И у сына было. И ей. Дарованы разные благи. Сейчас храм строят. На старости лет. В Сагаре пытается построить храм. Вот. То есть. Понимаете. Вот надо вовремя остановиться. Потому что пока ты не выучишь урок. Ну скажем. Вот это ты стихотворение не выучил. Но через месяц надо будет учить другое. А потом еще одно. Все равно придется учить. Объем этих стихотворений становится все больше и больше. Ты не выучил таблицу умножений. Думаешь. Какая разница. С калькулятором справлюсь. Но потом получается. Что же не можно калькуляторы. Когда тебе надо считать интегралы. И дифференциальное уравнение. Еще и таблицу умножения по калькулятору. То есть. Ну как-то не предполагается. Очень усложняется процедура. Гораздо лучше. Когда ты таблицу умножения наизусть знаешь. Легче так. Вот. В конце концов. Получается. Проблемы наваливаются. Их становится все больше и больше. И уже решить ты их никак не можешь. Потому что когда-то маленькую. Ты не смог решить. Ты не смог сделать тот вывод. Принять то решение. Выучить тот урок. Который поставил тебе Бог. Это очень важно. Очень. То есть. Ну скажем. В семейной жизни это важно. От того. Что ты скажем. Не смог жить с одной женщиной. Потому что она такая-сякая. И вся очень плохая. А где гарантия. Что ты сможешь жить с другой. Она ведь тоже женщина. Вот. И надо посмотреть. Может ты чему-то просто не научился. И тогда будешь бегать от одной женщины к другой. В конце концов. Понимаешь. Что все они одинаковы. А без них ты не можешь. И во что ты превратишься. И так же и с работы. То есть. В конце концов. Меняя коллектив. Ты понимаешь. Что людей. Которых тебя в этом коллективе не любят. Это между прочим. Буквально сюжет. Из скитского потеряка. Там один монах. Он пришел. Пришел один монастырь. Вот. Да. Это. Именно эта скитская история. Надоумил. Я прочитал ее тогда. Своему другу. И она через полтора года отозвалась. Он сделал правильный вывод. И смог внушить это маме. Один монах пришел в монастырь. Небольшой монастырь. Всего там 12 человек. Он подвизается. И подвизается. И вдруг понимает. Что его там старец один терпеть не может. Просто терпеть. Он просто гнобит. Слышали как Иоанн Дамаскина старец издевался. Вот. Ну вот если не слышали. Тут прочитайте повесть об Акаке. Мы может сегодня до нее дойдем. Повесть об Акаке. Как могут издеваться над людьми. Вот даже в монастырях. Даже в тех монастырях. И вот издевается над ним один старец. Но просто житья никакого нет. Он думает. Ну невозможно. Это просто. Это я с ума сойду. Или просто убью этого старца. Вот. Всего грех будет. Я не могу. Вот. Поклонился в ноги. Ушел. Приходит во второй монастырь. Все нормально. Десять человек. Братья. Вот. Но его не взлюбило два старца. Два старца. Ну вот вообще. Ну что такое просто. Я думаю монастырь идеальная вещь. А тут что такое. Два старца уже. Друг на друга сваливают. И его всячески стараются со святу жить. Вот. Ну. Вот. Думает. Ну это просто какое-то. Вот просто невезуха. Все уходит из этого монастыря. Вот. Узнал. Там встречает где-то маленький монастырь. Всего восемь человек. Думает. Ну тут красота. Вот. Начинает жить. Тишина. Уединение. Все хорошо. Но его не взлюбило три старца. Пришла и разрушила и разрушила все наше общежитие. Что ты приперся сюда. Вот. И стали просто откровенно выгонять. Уходи. Тебе здесь не место. Ты не должен здесь жить. Ты все нам испортил. Он уже собрался было идти. Выходит за ворот. Уже почти выходит в ворот и думает. А не будет ли в следующем монастыре четыре старца? Развернулся. И все поклонился. Вот. Пережил всех этих старцев. И стал великим светильником Божьим. То есть главное вовремя остановиться. Потому что на самом деле ты должен решить. Если Бог посылает тебе что-то навстречу. Ты от этого не убежишь. Как это знаете русскую пословицу? Суженого на кобыле не объедешь. Вот. Если он тебе посылается навстречу. Но мимо никак не пройдешь. Тебе эта задача дана. Ты должен ее решить. И ты будешь постоянно наступать на те же самые грабли. Пока не поймешь что же собственно надо делать. Вот. Вот такая вот вещь. Субтитры сделал DimaTorzok.